Всем привет! Начинаем путешествие по Васильевскому острову. Это остров в Петербурге, на котором я живу, поэтому мне самому интересно что-то искать, находить новое. И вот я решил пройтись по первой линии Васильевского острова и нашел вот такой дом. Дом 18. Итак, история первой линии Васильевского дома 18. Этот участок в 18 веке принадлежал господину Вагина. Вагин был тверский купец, а в последующий участок пришел к его наследникам. Угловой дом Голубина. Архитектор Бек. Ранее на этом участке находился дом работы известного архитектора Адамини и возможно и он принимал некое участие в перестройке, в постройке этого дома. В 1878 году архитектор Беккер для купца Зайцевского перестроил здания и возвел четвертый этаж, извините, фасад. Ну, собственно говоря, вот примерно так же выглядит дом, как в то время. В 1913 году этим домом уже владеет Иван Иванович Новиков. А ранее эти дома принадлежали потомственному почетному гражданину Зайцевскому Сергею Иван Ивановичу, которого он унаследовал от купца, торговавшего сукном. В 1817-1830 годах здесь жил Василий Петрович Стеасов, выдающийся, талантливый русский архитектор, с именем которого связано огромное количество построек, зданий, которые, кстати, находятся у нас в Петербурге. Но и не только в Петербурге. Родился в 1824 году. По проектам Стасова построены провианские склады и в Москве проведена перестройка резиденции вильнюсского генерал-губернатора, а ныне сейчас резиденции президента Литвы. Также Стасов спроектировал Троицкий собор в Полтавской губернии Кельмязове. В городе Подздаме его храм Александра Невского был первым сохранившимся памятником русского стиля. И так далее. Если в интернете набрать фамилию Стасова, вы можете посмотреть все те дома, в которых он принимал участие в проектировании, строительстве. Там огромное количество домов. Вот такой дом. В 1891-1898 годах здесь жил Токучаев, который был основоположником отечественного пучевого ведения. И его частенько посещал Дмитрий Иванович Менделеев, выдающийся химик. Таблицу Менделеева, которого, наверное, мы все знаем, но если не знаем, то и изучали. Который был тестем русского поэта Александра Блока. И, возможно, Александр Блок был в этом доме. Здесь снимал квартиру университетский, профессорский химик, господин Коновалов. Который впоследствии стал академиком. С 1891 по 1919 год, сложное время, жил профессор университета иностранцев. С именем которого связаны геологические исследования севера России. В том числе и Петербургские губы и озеро Валаам. Вот примерно все, что я смог вытащить из интернета с сайта CityWalks. Очень хороший сайт, всем рекомендую. Об этом доме, который находится на первом ливии. Дом 18. Все, пока, всем привет, до свидания. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова